эй ребят всем привет добро пожаловать на канал made in china и я сейчас москве во внуково я здесь уже целый месяц поэтому у меня выпуски так редко выходили я их заранее заснял и что-то очень медленно монтировал у меня была куча дела вообще не хватало времени ни на что и я сейчас лечу в стамбул да сегодня вообще будет не китайский влог абсолютно не китайский но мои мечты сбываются у меня было просто огромная мечта поехать в стамбул увидеть стамбул уже наверно года два года два я мечтаю просто съездить в турцию странно да странная мечта поехать в турцию я ни разу не был в турции никак там не отдыхал на море и не хочу я хочу именно в стамбул и сегодня я с вами там проведу один день я лечу трансфером то есть я буду в стамбуле с 7 утра до часу ночи и оттуда уже включу гонконг китай я ужасно соскучился на самом деле так что увидимся в стамбуле я уже в стамбуле я поменял деньги 1 доллар 2 и 24 лиры турецкой прям можно поменять даже не выходя еще из аэропорта и сейчас еду в метро здесь прямо в аэропорту метро и еду в самый центр который называется султан ахмед там находятся самые главные достопримечательности на территории султана ахмеда находится голубая мечеть и а я софия две главные встречались которые хочу посетить еще цистерна базилика мне нужно будет поехать сначала на подземном метро а потом делать пересадку на трамвай в итоге на самом деле все легко здесь везде вывески на английском языке поэтому я думаю несложно будет разобраться все я доехал до султана ахмеда это как я говорю исторический центр и здесь находится а я софия и голубая мечеть сейчас ее будет видно стамбульский метрополитен это просто какой-то не до метро не до трамвай вот такая карточка можно купить такую карточку ездить по ней а можно просто отдельно оплачивать и проезд стоит 4 лиры с этими кажется дороговато и вон голубая мечеть а вон там а я софия я очень есть хочу я наверно пойду поем а потом пойду посмотрю эти два места и замечательная погода на улице 11 градусов ребят посмотрите на это я обожаю третий стал если мне кажется сейчас просто растаю все я покушал в старбаксе и я подошел уже голубой мечети вот голубая мечеть я вам сейчас немножко про нее расскажу она была заложена ахмедом первым 1609 году и строилась на протяжении 7 лет почему называется голубая мечеть потому что в интерьере использована 20 тысяч по моему голубых плиток и еще я знаю по орлу и решке то что после того как фабрика или завод там произвел эти 20 тысяч плиток ее закрыли что больше таких плиток нигде не было еще я знаю то что здесь 6 минаретов когда их построили весь народ просто потому что в мекке было 6 минаретов и построили 6 минаретов в мекке построили еще одну то есть там сейчас 7 минаретов вход бесплатный и ежедневно работает кроме когда верующие молятся тогда вход по моему запрещен неверующим я просто не очень хочу загружать историей потому что многим будет неинтересно если кому-то интересно подробно узнать про голубую мечеть то можно прочитать википедии и вот она шикарно на самом деле да хоть я и не особо люблю всякие религиозные штуки но это красиво очень даже красиво и у меня такое ощущение что на улице весна а не январь чтобы зайти в мечеть нужно быть прилично одетым чтобы не выглядело вульгарно если вдруг там плечи открыты голова то бесплатно выдают такую штуку заказывает вот но я прилично одет поэтому мне можно зайти кстати очень много азиатов туристов для того чтобы зайти в мечеть нужно снять обувь здесь дают такие пакеты одноразовые складываешь до обувь и все и можно заходить хоть по моему для туристов отдельный вход для верующих совсем другой вход и они еще моют ноги там все я снял обувь и захожу в мечеть разговаривать здесь нельзя а обувь кстати вот с собой можно есть вау вау на самом деле здесь просто 5 минут посмотреть и можно уйти здесь написано что не мусульманам не верующим нельзя заходить вот за этот заборчик там вот верующие а здесь все туристы все я вышел теперь пойду а я софию находится прям здесь же рядом идти 30 секунд очень удобно невероятно красиво это бывший православный храм он был построен в 300 каком-то году потом мы перестраивали в 532 году и потом в 1400 каком-то году когда в турцию пришли мусульмане в константинополь его переделали в мечеть построили минареты и он превратился мечеть потом при ататюрке уже при правлении ататюрка его переделали в музей видимо чтобы не было обидно ни мусульманам ни православным из меня плохой гид я знаю я не могу запомнить все эти цифры я читал всю информацию дома еще когда был в москве поэтому извините я так запомнил хоть заплатный стоит 30 лир также можно взять аудиогид если вам интересно стоит 20 лир но я не буду брать аудиогид я умру со скок его слушаю поэтому я так просто глазами посмотрю и тем более я читал немножко историю здесь просто безумно красиво какая-то знаете мечети и храм 2 в 1 то арабскими написано то всякие иконы мне нравится что прям чувствуется историю я люблю очень это ощущение и солнышко светит сейчас наконец-то я дошел до цистерны базилика это старинное водохранилище одно из самых старинных в стамбуле там под землей я посмотрю я не знаю вот платный или нет здесь просто как-то дух захватывает даже и даже не знаю как это описать код стоит 20 лир я вышел мне очень понравилось я вышел очень классно я там очень понравилось если было бы меньше народу то это было бы идеально я представил что никого нет и только я вы слышите молитва началась я иду галатскому мосту ой здесь ковры продают иду галатского меня это сбивает я не могу сосредоточиться иду галатскому мосту и там по моему ловят рыбу по моему я видел в орел и резко а вот метро кстати метро трамвай слушайте молитва идет по всем мечетям что ли потому что я слышу с разных сторон повсюду просто по всему городу то есть видимо в каждой мечети то что ли включено как красиво здесь здесь музея не пойду потому что я просто хочу погулять по городу а